Штраф за громкий выхлоп. Громкий выхлоп от автомобиля, мотоцикла. Причина недовольства окружающих и способ выделиться из толпы у собственника транспортного средства. Штраф за громкий выхлоп. Высшая на сегодня мера взыскания, которая накладывается на водителей, незаконно внесших изменения в конструкцию машины и установивших прямоточный глушитель. Суть нарушения. Виды санкций. Важно. Установка прямоточного глушителя делает машину шумной и проводится самопроизвольно, так как органы государственной автоинспекции не дают согласие на подобные изменения в конструкции авто. Переоборудование автотранспортного средства без согласования с ГИБДД с юридической точки зрения, нарушение правил дорожного движения, а именно Т. 7.18. Подобные действия воспринимаются сотрудниками ГАИ как управление ТС в неисправном состоянии, что также нарушает статью 12.5 часов 1 КАП. При пренебрежении данными правилами сотрудники госавтоинспекции уполномочены вынести водителю предупреждение или оштрафовать. Водителю грозит штраф за прямоток в размере 500 рублей. Звездочка прямоток. Если ездить с измененной выхлопной трубой, это приводит к повышению уровня шума и концентрации загрязняющих веществ в атмосфере, установленных государственными стандартами РФ. Это в свою очередь приводит к пренебрежению водителям такой машины стакана. 8.23 КАП России На собственник ТС накладывается административная санкция в виде предупреждения, которое применяется относительно водителей, задержанных впервые. Данная статья также предусматривает более жесткое наказание – административный штраф за езду без глушителя в размере 500 рублей. Как оплатить штраф? При нарушении КАП на дороге на водителя возлагается штраф за глушитель в размере 500 рублей. О чем на адрес постоянной регистрации приходит соответствующее уведомление из ГИБДД? В нем указывается получатель, вид правонарушения, статья, санкции и их размер. Оплатить штраф за отсутствие глушителя необходимо в 60-дневный срок с момента получения письма с постановлением. Также предусмотрена возможность погашения взыскания с 50%ной скидкой в течение 20 дней со дня вынесения соответствующего постановления. Если водитель ТС с прямоточным глушителем зарегистрирован на госуслугах, уведомление может быть направлено в электронном виде в личный кабинет пользователя. В этом случае собственник автомобиля может сразу оплатить штраф в режиме онлайн на портале. Оплата штрафа ГИБДД на портале госуслуги. Погасить штрафные санкции можно в любом банке, терминале самообслуживания или приложении. Банка для мобильных устройств. Для этого достаточно иметь при себе паспорт и уведомление об административном взыскании. Важно! В случае просрочки и погашения штрафа за приамоток в 2018 году на лицо накладывается денежная санкция в двукратном размере. Водителю придется заплатить 1000 руб. Также предусмотрены более жесткие взыскания в виде административного ареста на срок до 15 суток или обязательных работ на 50 часов. Куда заявить о правонарушении? Чтобы заявить о правонарушении, необходимо иметь доказательство противоправного действия. Это может быть снятое собственноручно видео со звуком, на котором отчетливо слышно превышение норм шума и прослеживаются регистрационные знаки машины, что необходимо для установки личности правонарушителя. С доказательствами правонарушения можно явиться лично в подразделении ГИБДД по месту фиксации противоправного деяния, где написать соответствующие заявления. Также направить ходатайство можно заказным письмом или заполнить анкету на портале ГИБДД. В первом случае видео можно приложить на SD-диске. Образец бланк заявления можно найти на официальном сайте ГАИ. Как подать жалобу на сайте ГИБДД? Чтобы избежать штрафа за громкий выхлоп в 2018 году, следует отказаться от самопроизвольного изменения конструктивных особенностей автомобиля. Однако, как показывает практика, маленький размер взыскания не пугает водителей. В будущем при повышении размера штрафа, возможно, ситуация улучшится, и собственники автомобилей подумают перед тем, как установить прямоточный глушитель. Звездочка суммы штрафов актуальна на 2018 год.